красив мужики русский лес осенью весной летом но особенно он красив зимой какие пейзажи открываются для ваших глаз привет ребята на канале вятка hunter позади новогодние торжества впереди рождественские праздники отдохнув немного после застолий новогодних нахожу на проверку кавканов на свой пути вышел сегодня немножко поздно в общем иду проверять что упадет что упадет вчера у нас было тепло плюс один и лес было невозможно сегодня немножко подстыла до минус 8 погода отличная поэтому иду проверять капкан ружье можно было не брать ходит стая большая волков поэтому так на всякий случай первый капкан проверил две пленки по нолям в общем смотрите что будет интересно покажу так ребят охотничий бог не оставил серегу без добычи уничка проходном кафкане вижу отсюда капкан стоял пластиковой бутылки бутылки и вот кулиса залетела смотрим поклевали не поклевали капканы не проверял неделю на неделю походу попала так в общем куничка запрыгнула в капкан и уснула в нем такие вот дела парни ясно на примерность при примерзла снимаю капкан в общем куница попалась точно попал сыром у нас был важна погода в какие вот дела куница в капкане вот так вот небольшое окошко угодила в капкан ладно в общем снимаю оставлю пока камеру первый раз ребят снимаю куницу из проходного капкана чтобы никогда не пользовался подербанили ее мыши опять бляха муха когда на весу куница ее конечно мыши не едят а тут когда она попадает когда куница попадает и лежит на чем-то обеяли в общем мыши ее парни бляха муха ну что делать что мы сделали вторую куницу уже начали людей проверяют они редко погода херовская была прямо по хребтине поклевали поели мыши или птицы или мыши на пакостил морозов нет поэтому блин плохо скорее всего вон тут все мышиные норы все мышами избеган прямо по хребту и расклевали обидно очень обидно такая вот такая вот ребят куница сейчас буду ставить капкан знаю что это за капкан проходной какой то не кировского производства не знаю кто производитель не могу сказать капкан без крючков без предохранительных это очень плохо можно самому в такой капкан упасть и самому в такой капкан можно залететь то что нет предохранительных крючков это огромный минус для капкана так смотрите капкан ловит капкан ловит отлично погода на пути продолжаю движение по своему пути морозов сегодня идет очень хорошо после выкипели скользят и глубоко не проваливается какая у нас красота река немного вскрывалась выступила вода вот теперь в парике следы норки присутствуют норка выходит жирует мышкует как это назвать даже не знаю классно сегодня в лесу единственное расстраивало что куницу мыши поклевали или птица я не его знаю но замечал я такой момент когда ставил капканы на земле и приманку подвешивал относительно невысоко в этом месте заводится очень много мышей они прям тут и ждут пока ты им что-нибудь подвесишь чтоб сожрать вот я не знаю конечно может ошибаюсь но наверное когда проходные капканы ставишь в ящик тоже она мыши прикормливается если не прав то поправьте меня ну что здорово сегодня сейчас нужно как-то речку перейти не провалиться вспомнилось одно старое стихотворение поэта вроде бы Игоря северянина вроде бы он могло ошибаться но смотрите где вылаз норки в общем слушайте стихотворение называется оно старый охотник он угощал гостей чайком и балагурил безумолку а сам курил вздыхал тайком и гладил в старую двухстволку кругом на стенах чучела у ног собака друг с китаний так стали прошлого дела теплом его воспоминаний мы уходили в лес гуськом обвешанное рюкзаками и возвращались снова в дом нагруженные белеками он приглашал нас на крыльцо как будто с фронта встретил сына и прятал мокрое лицо пропавший лесом мех звериный печально немножко не знаю где реку перейти там я на берегу Кавкан в общем выключаюсь что попадет покажу так ребят прохожу вот по этому месту и не могу не вспомнить историю которая произошла здесь со мной в моем далеком детстве здесь я поймал первого бобра сейчас все расскажу поподробнее значит вот здесь была вобринная тропа выход на берег тоже зимой погода была теплая мы с моим другом Лехой Бурговым только начинали то оставить капканы пришли сюда бобром все и схоже давай поставим капкан давай поставили капкан наверное номер седьмой с двумя пружинами потому что других не было был очень сильный капкан такой крепкий на волка в самый раз бы его а мы его на бобра поставили на берегу на следующий день значит приходим капкан сработан в капкане одна бобринная лапа за ночь лапу бобр открутил как же нам было печально и досадно что мы упустили тогда бобра впоследствии этого безлапого бобра я поймал через год вон в том омуте чуть подальше так вот начиналась моя капканная эпопея с этого бобра иду я ничего больше не ловится в капканы след рыси рыси все исхожено выдра все избегано вот теперь такие вот дела иду дальше не переключайтесь так ребят иду издалека смотрю крыша на капкане скинута из-за дерева не видно выхожу и здесь вот такая красота вот такая вот красота попалась очень радует два предыдущих капкана были объедены а вот тут отвисит кошка или кот это кот это котик средних размеров такой приличный хороша куничка не так ли вторая сегодня неплохо неплохой результат первые птицы поклевали очень жаль вот такой трофей всю крышу она скинула здесь она похозяйничала здорово и чем хорош такой способ парни никогда не объедают мыши бывает что птицы клюют но мыши никогда не объедят и куница на мой взгляд в таком капкане бьется относительно недолго в течение я думаю ночи она погибает еще если мороз погиб остывает она гораздо быстрее вот так ребят можете поздравить меня со вторым сегодняшним трофеем сейчас все здесь настрою налажу подвешиваю приманку заряжу капкан поправлю крышу такие вот дела шел я оттуда сердце у меня приятно ёкнуло когда не увидел крыши на капкане предыдущие два капкана еще повторяюсь были объедены куница ходит это уже было понятно такие вот дела парни удача сегодня вторая куница остается у меня один капкан и там буду выходить и уходить уже по дороге домой ладно не переключайтесь так ребят проверил все капканы я на сегодня выхожу со своего путика охота охота была более-менее сегодня результативной две кунички одна одна жалко немножко поклевана ну что делать две куницы подарок на рождество на рождество серёге завтра наверное мы хотим все с олегом съездить на месте где лося мы торкнули ходят волки хотим там на шкуре и на кишках поставить капканы на а что получится не получится завтра поживем увидим давайте в общем всех там с рождеством скоро уже через два дня всем удачи на охоте хорошего настроения и в общем всех благ давайте ребят всем пока вы были на канале гадка hunter с вами был охотник серёга